Идеально Деванковские чтения, толкования Заходим все Читаем толкование на Святое Евангельское Заходи сюда Ты чего так вздыхаешь? Тебе рано еще так вздыхать Устала Картошку садила вчера Да? Нет А чего устала? Сюда проходите, скамья свободная Ну не картошку Накопалась Понятно Царю Небесный Удешителю души истинной Ты же бездесный И вся исполняя Сокровище благих И жизни подателю Иди И И отец и сына и святой дух Аминь Аминь 10 глава 32-33 стихи Итак Толкование Сим 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 Отрекаются Услышат Не знаю И И И И И И Вышел сеятель сеять. Великим сеятелем является Иисус Назарянин. К подражанию, к следованию за собой он призывает всех своих учеников. Этот принцип сеяния является основным признаком того, что душа возродилась во Христе Иисусе и в ней отобразился Христос. Филиппийцам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Воскресший Иисус ищет деятельные души, которые подчиняются Ему во всем. И всюду следует за Ним, как за пастыря. В дальнейшем, особенно в IV веке, с момента провозглашения христианства государственной религии, когда не десятки и не тысячи, а миллионы номинальных христиан, заполняя церкви, искренне желающие спастись, увидят в этом гибель, невозможность исполнять заповеданное Христом и находиться в этой обмерщенной церкви. И они побегут в пустыне, будут образовывать монастыри, пистать свои уставы, почти не сверяясь, не согласовываясь с Евангелием. Начнется самоуглубление, будут измыслены всевозможные подвиги, борьба с плотью, и будут в этом деле свои чемпионы, такие как Паисий Великий, Антоний Великий, в дальнейшем счет пойдет не на десятки, а на миллионы отшельников и монахов, которые за всю жизнь ни разу не держали в руках Библию. Они скрывались за этими монастырскими стенами навсегда, скрываясь от мира, ходили на исповеди ежедневно, открывая свои помышления руководителям, старцам. Все здесь, как и в житии Марии Египетской, поражает воображением, сила их духа, подвига. Но во всем этом нет ничего не только евангельского, но есть прямо противоевангельское. Спаситель заповедовал идти в мир, а не прятаться от мира. Евангелие от Ана 17, 15 «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Движение души, потянувшейся к Богу, может быть спасительным только тогда, когда эта душа свой путь будет сверять с кровавыми следами спасителя. Церковь Христа – это гостиница, но не тюрьма. Человек, привезенный в гостиницу добрым самарянином, имеет свой дом знакомый, в котором, конечно же, он и возвратится после излечения. Израненная грехами душа, признав себя погибшей, уверовав в искупительную заместительную жертву голковского страдальца, принимает его в свое сердце. И Господь берет грехи этого человека на себя и умирает за них на кресте и омывает их своей причистою кровью. Получив прощение грехов в святом крещении, этот человек благословляется Иисусом на труд в этом погибшем мире. Он не замыкается в стенах церкви и монастыря. Это противоестественный антиевангельский путь. Он обязан по чувству любви к ближним, подобным себе, исповедовать Христа, как Агнца, как Пасху Новую. Он должен выйти на пажить, как самарянка, пошедшая от Христа в город, как исцеленный бесноватый. Евангелие Таана 10.9. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Перечитайте несколько раз этот стих. Рассуждая от обратного, мы услышим такое озвучание, что если человек, вошедший в церковь, не выйдет на проповедь о распятом и воскрешенном спасителе, не будет искать эту пажить, то из души, над которыми он должен трудиться, он не спасется. «Вошедший Христом в церковь и замкнувшийся в монастырских стенах, не исповедующий Иисуса Спасителем, обещанным Иеговой Мессией, не спасется». 1 Иоанна 4.15. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Апостол Павел умолял последователей Христовых смотреть на опыт тех, кто следовал за Иисусом, чтобы эти люди были покорны словам Евангелия, которые они приняли всем сердцем и исповедуют пред всеми, что это их светильник и руководство к жизни». 2 Коринфянам 9.13. «Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедованную вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми. Христос ставит непременные условия исповедовать имя Его пред теми, к кому ты будешь иметь доступ. Он обещает победу своим верным служителям, обещает и то, что Он Сам исповедует таких перед всей вселенной в судный день, что это Его верные последователи, которые шли за Ним, куда бы Он их ни повел». Откровение 3.5. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом Моим и перед Ангелами Его». «Исповедовать – значит свидетельствовать о любви Божией, освящая мрак этой жизни». 1 Фессалоникийцам 1.8. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. То, что сегодня называется православием – прийти, помолиться и снова молча заниматься своими делами, даже своей душой, никому не свидетельствуя о пришедшем Мессии, о Его скором возвращении на землю. Такой веры первые христиане не знали. И такая вера в языческом окружении сгинула бы в первом столетии. Произошла страшная подмена Евангелия вымыслами человеческими, которые преподносятся в обложке святости. Но возрожденная душа скинет с себя эти вериги и воскликнет. Псалом 118.113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Истинное православие – это жизнь во Христе по Евангелию с непрестанным исповеданием Спасителя своего. И 37-й и 38-й стихи. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Толкование. «Видишь, когда должно возненавидеть родителей и детей, когда они хотят, чтобы мы любили их больше, нежели Христа. Кто не откажется от настоящей жизни и не предаст себя на поносную смерть, ибо так древние думали о кресте, тот не достоин меня». «Спаси, Христос!» «Спаси, Христос!» «Спаси, Христос!» «А как исповедуем мы Христа?» «Как мы исповедуем Христа?» «Своими делами». «Своими делами, и не только делами, а устами». Прежде всего, конечно, это слово. «Вышел сеятель сеять». Слово. Вот мы должны быть сеятелем этого Слова Божия. Ну а начало, для того, чтобы это слово сеялось, она должна и форма определенная быть. «Выбудет это дело тоже». То есть, если мы выглядим, как весь мир в шортах с косметикой и со всеми делами, то как воспримется наше слово из наших уст, если даже мы выйдем это слово «семь»? Преврадно. То есть, надо, чтобы и форма, и содержание соответствовали друг другу. Это закон, который дан Богом изначально, вне зависимости от нашего сознания. Если он соблюдается, значит, будет все успешным. А если нет, то этот закон докажет нас. Если мы не будем соблюдать. Законы Божии должны быть соблюдены. Ну, напомню, что мы сегодня загранили в нас опять. Праздник. Не хочешь, а ешь. Дай тогда все, что есть. Не хочешь, а ешь. У кого останется, спросите, у нас собачки дойдет. Опять такой продолжительный пост до 12 июля. До 12 июля продолжительный пост. Как великий пост. Почти что, да. Как Петров. Ой, как Филипп. Ну, значит, мы уже не имеем опыт определенный, поэтому для нас это не в первый раз. Слава Богу. Будем благодарны Богу за все. Я по себе знаю, и батюшка неоднократно говорил, как пост, так организм работает. Ну, как часы. Все нормально, все хорошо. Как начинаешь из поста выходить, но все то одно сломается, то другое в организме. Не так идет. Слушали такую пословицу? Благими намерениями дорога... Устилена. Устилен. Вот. Да. Вымощена. Умощена. Да. Вот сегодня я сделал нашей сестре замечание. Она... Поблагодарить ее надо за то, что она приложила усилия, что такое старание и намерение благое было, чтобы у нас было хорошо, чтобы при входе в храм чужал половичок. Ну, этот половичок, он заворачивается все в четыре угла. Туда и сюда. Я не один раз запинался в него. Не дуза. Ну, я-то, да. Я уж не шарковую ногами не замечаю, что я шарковую ногами-то еще. Пока не сыпется песок у меня сзади. Слава Богу, Господи. А бабушке нашей, если она запнется, ну, что будет? Сломает руку или ногу. Сделал сестре замечание. Вот у меня ума не хватает. Значит, уже меня обвинила, что у меня ума не хватает. Что нужно перевернуть его просто, и все. И он будет такой же хороший. Но опять заворачивайся. Говорит, ты убери его и сделай так, чтобы эти углы не заворачивались. Так что еще раз. Я предупреждаю, что все слышали это. Что я вас предупредил, чтобы вы не запинались об этом. Поднимайте ноги. Я думаю, что нужно сделать так, как я тебе говорю. Либо сделать так, чтобы углы не задирались, либо убрать его. Понимаешь, сестра? И не проявляй дерзость. В ответ мне, просто не будет говорить, кто, хотя это был сломенок. Сестра, можно не дарить. Я не вас умею. О, зря ты это начало говорить. Ни кто не знал, что я понял. Почему она не сказала? Так, ну вот. О болящих. Ну, прежде всего, помним мы о болящих наших братьев Сергеев в Воронеже. Несите на крыльях молитву его маму Татьяну. Ну, потому что ей сложно, тяжко, и она сама больная уже. И мужу вот она никак не может поправиться от потери мужа. Вот. И, да. Ну, и о нашей сестре Анастасии, конечно, тяжко ей. Все более тяжко. Уже обезболивающие, которые не наркотические, они мало ей помогают. Так что, пока еще, слава Богу, нет этого зуда. Это тоже нестерпимая такая ситуация, когда это еще более, может быть, даже чем более. Но, слава Богу, пока так вот. Брат Владимир и Татьяна, сестра, помогают ей. Вводят ей препараты, какие прописали в Бонкоис-Пансерии. Ну, молитесь о детях, чтобы Ваня вот закончил успешно школу и поступил в техникум, как он планирует, чтобы устроиться ему жильем. Первый экзамен уже сдали. Русский язык, литератур. Три уже, да? А Павли тоже? Павел, Ливия. Ливия, Павел, Ваня. Ена попросила молиться о нас, не забывайте. Симуша Дмуха. Да, вот так что она. Анфиса, Лиза. У них у всех экзамены. Дело в том, что Ивану нужен проходной бал высокий, чтобы поступить. Потеряю китру. Там праздник не забудьте. То есть, злору не готовить. Лишь бы вы сдать, вот. Мы в 10-й идем. А ему-то нужно, чтобы хорошо сдать. Ну, а дочери моей молитвич продолжайте, потому что состояние остается стабильно критичным. Ну, значит, еще Татьяна Владимировна, мы не вспомнили. Ну, Агафья у Татьяновых, Агафья и Акелина болеют. Молитесь. Как часто они болеют. Да помоги им, Господи. Что же такие? Я хотела всем вам поклон от Насты передать. Спасибо, господи. Я передавала вам. Сегодня вроде бы встала. И как будто хорошо, и ночь хорошо поспала она сегодня. А те две ночи плохо было ей. Плохо было ночью. Но еще такой момент, мы просыпаемся рано, встаем с ней. Мы помолимся. И, конечно, ей тяжеловато, потому что Танюша приходила и ставила систему. После системы она как-то маленько раз покушает и спать. А спит долго. И она вот это вот днем-то поспит и как будто это не... Потом ночь бессонная получается. Вот это... Ну, опять же, день целый день. Ей трудно выдержать, конечно. Поэтому вот так. Ну, поправилась она на 2 килограмма. Поправилась. Ну, так это... Не выходит. Нету отеков у нее. Нету отеков у нее. Все нормально. Ну, входит хорошо. Нормально, особенно. Ну, я обращаюсь ко всем вам. У меня проблемы возникли. Мои сегодня едут из Новосибирска, продают квартиру. Я очень хотела вас попросить. Никогда я вас не просила. А сейчас очень прошу. Потому что зять у меня не умеет деньгами распоряжаться. А продает квартиру. И берет... Я думала, сразу как бы квартиру возьмет. Да потом будет как-то рассчитываться. Хоть где-то жить. Живут на съемной квартире в Новосибирске. И понимаете, как это самое... А берет где-то, говорит, в новостройке и будет платить ипотеку. Да еще там на сколько лет, это я не знаю. В общем, это такая бестолковщина. И вся душа болит, что они вообще останутся без крыши на головах. Поэтому Игорь и Катерина. Ничего, у них еще есть время ума наоборот. Наоборот, строй уже записать когда-нибудь. Вот. Поэтому, ну вот, моя обвинитая дружба, просто к вам помолитесь. Рыба ищем берегу. И вот сейчас они приезжают, продают сразу квартиру. И пока, как бы, остаются здесь. Ну, еще пока вот мы решаем здесь все эти проблемы. А вот, и может быть придется. Я вот поговорила с Александром Михайловной хотя бы, может быть, на время, пока они вот здесь будут. Им некуда идти. Только ко мне. Вот. Поэтому она со мной раньше еще договаривалась об этом. Я как бы и обещала, и все. И вот сейчас такая возникла проблема у нас. Ну, вот Александра Михайловна как-то хотелось, чтобы в центре, потому что Таня приезжает тут. Ну, близко, чтобы было. Если кто-то может, как бы. Настя туда туда туда. Да. Ну, я думаю, я не знаю, всех перебрала вроде к кому. А Александра Михайловна согласна? Ну, Александра Михайловна согласна. Но тоже она там помогает. Дочери уезжает. И как бы. Ну, Настя пока справляется. Она может. Она ходит сама. Она вот в кухне приходит, ест она сама. Ну, только что я готовила. Она сама себя обслуживает. А так она обслуживает себя пока сама. Не может. Вот. Там видно будет, как дальше. Пока вот так молитесь. В понедельник вот придут, заберут. Врач должна прийти. Вот, сестра это мочу просто на анализ. И потом, ну, я тогда привезу вам, наверное, и как дальше. Ну, помните, да, значит, какие нужды. Еще у кого есть просьба, пожелание, благодарение Господу. Про Никиту скажу. Что? А про Никиту-то ты ехал? Я ехал в путешествующую. Да, ну, я думаю, брат Игорь, вот, хорошо он там работал, расскажет. Так, ну, мы молились за путешествующую Никиту. Но никто, наверное, вопроса не будет задавать, потому что это малоизвестный случай, который больше потеряете, наверное, известно. Вот молчащий глупый сойдет из-за умного. Вот у нас было два глубоких молчальника. Лена Сокольский и Никита. Тот даже рядом со мной, я три зимы у меня отработал, считай, по шесть месяцев, и молчал рядом со мной. Мне даже иногда непонятно было. Молчит. Лена вот встала на том собрании и сказала такие слова. В обморок упасть можно было бы, если бы неожиданность такая не была. Я больше удивлялся. Так молчать и такое сказать. Обычно, когда молчаны, я вот это по своему опыту знаю, это какая-то бяка вылезет. Ну, мягко говоря, по-детски. А по-большому какая-нибудь подлянка называется. Ну вот с Никитой этот все-таки второе. Если Лена нас просто необыкновенно порадовала, я прям забыл броситься на шею отцу ее. Думаю, ну молодец, такое воспитание. И мама там тоже все-таки, все-таки она хоть и неверующая, но как помогла, получается. Леночка, спаси Христос тебя за слова твои. Просто великолепно. Видно, что человек рожден свыше. То есть Никита это сказать нельзя было. Вот он молчал-молчал, а в этой весне, когда ушел от Игнать Тихоновича, начал говорить. У меня там тоже начал говорить. Первым делом он сначала всех братьев опорочил при мне. Это было до такой степени удивление, я даже не нашелся, что сказать. Потом меня, конечно, зацепил. Ну, потом и женщинам досталось по полной программе. Началось с Надеждой Васильевной, по-настоящему. Надежда Васильевна, человек, который для меня, она просто как мать всем нашим сестрам, будем говорить. Как бы такая. Ну, я думаю, что никто не скажет, что я прям сильно преувеличил. Но так как этот человек, который приехал сюда, он не приехал чему-то научиться, а он приехал, он сам не знает, что приехал. Я его спрашиваю, ты зачем сюда приехал, Никита? Когда вот начались у нас уже с ним вот эти вот, от него, или нет, вот эти вот происки. Он говорит, а я сам не знаю, от чего. Я говорю, ты, я так понимаю, ехал сюда, подумал, что здесь что-то, нечто такое, по деянию свыбых апостолов. Вот, вся община ходит, строим туда, строим сюда. И ты вместе со всеми будешь этим строем, и как бы это будет спасительно, и все спасемся. Ну, типа такого, да. А когда вот он начал там высказывать все о неблагочине в наших храмах, в наших, потеряете. Он нашел там неблагочине в сестрах, то, ну, что там дальше? И вот батюшка уже спросил, а зачем ты сюда приехал? Он сказал, а я, не знаю, вот головой, как вомут, бросился в самолет, прилетел сюда. И вот, вот этот подарочек теперь исполоть давайте. Хорошо, что хоть помолчал еще три года. Немножко, может быть, что-то зацепит. Поэтому, вот такое просто, знаете, так, когда мы молимся за путешествующих, люди путешествуют. И мы молимся, представляем себя человек и едет в пути, чтобы там ничего такого с ним не приключилось. Охота, чтобы к нему хорошие люди подошли. Чтобы он, если достал Евангелие, то обязательно проповедь. Ну, что-то такое хорошее, да? Не думаешь о том, как у него там пищеварение какое или что. То здесь получается с Никитой, вот, путешествующий Никита. Да слава Богу, что от нас путешествующий. Когда это все потеряете случилось, и он начал мне рассказывать, ну, и мне тоже, там, сняли, о физиологии женщины, это, знаете, на дурака не тянет даже. Я не повторяю эти слова, я ни разу их не повторил. Кому сильно желание есть большое, вот, своих молодых сестер попросите, они вам включат компьютер и послушайте, что могут произнести человеческий род. За это еще отвечает Надежда Васильевна, когда она это услышала, она сказала, для Никиты нету Пресвятой Богородицы, не существует. Нормально? А тетя Алла, ей дочь передала, что у нее, говорит, такое состояние было, самое плохое, которое могло бы только быть в ее истории, когда она все это услышала. И он сказал каждой сестре это. И чтобы этого не было, я это все понял, и многие у нас сестры это поняли, хотя они чуть-чуть только с ним соприкоснулись, немножечко, краешком у нас здесь. И я понял, что ему здесь появляться нельзя. Я поехал к Игнать Тихонычу, мы с ним поговорили, он сказал, да, ему здесь появляться, конечно, нельзя. Но если появится, говорит, я ему, единственное, чтобы он молчал и стоял только укравшись там в дверь. Постоял в службу и вышел и пошел куда это надо ему. То есть ни с кем не общаться, ни с кем. До такого скотского состояния человек может дойти, оказывается, вот так вот, просто молча, молча, молчать. Вроде ходил на благовестие, кстати, он этим всем укорял. Я хожу на благовестие, а некоторые тут, я вижу, по 30 лет в общине, от них ничего нету, это... А я вот благовестую, я же вот благовестую. Оказывается, благовестие в благовестии рознь. Кто там что благовестует? И я обзвонил наших братьев, всех, самых, ну, всех, всех обзвонил, наипаче, совета братьев. И сказал, я ставлю вопрос на собрание, которое вот должно было быть, меня не было, кстати. Поэтому и вопрос я не поставил, потому что меня не было. А о том, чтобы исключить Никиту из нашей общины. Он оказался в нашей общине, а не в деревенской, хотя там прописано. Только ради того, чтобы оградить нас от его вот таких вот поганых слов, которые он говорит о женщинах. Ну, а то, что он мне там говорил один на один, это не записано нигде. Поэтому он мог изгаляться надо мной, как хотел. Ну, правда, свидетель у меня есть, Надежда Васильевна, дай бог и здравия. Если что, потому что он не сдержался, и там при ней тоже меня по полной программе. Я говорю, ну, Никита, исполоти, добрый молодец. Я говорю, столько ты со мной дней просидел душа в душу. А он усмыхнулся, как вот Саша умеет усмыхаться. Так еще, и говорит, душа в душу. Да я тебя терпел все это время. Я говорю, ты терпел меня. Представляете, вы представьте сейчас Никиту, вы все его представили, как он сидит молча, там что-то улыбается. Да не улыбается он. Это называется сарктическая усмешка. Сарктическая, да, усмешка. Сарказм. Он, оказывается, все время, называется, стебается над нами. Понятно? Сидит молча, он там, как у нас был на фараею. Сидит молча, он там, как у нас был на фараею. Не надо нам это. А, вам не надо? Вам не надо? Нет, надо. Мы поняли, что он есть собой. Что он представляет собой. И поэтому, вы что думаете, тут стою и так порочу, что ли, какую-то прекрасную личность? Мы тебя просто... Запомните, вот он сейчас едет, путешествует, и молитесь, чтобы он там и остался. И пускай там его, Бог учит, а не с нами здесь. Да, мы будем молиться о том, чтобы Господь его сохранил в пути, и чтобы дал ему еще время для покаяния, для осмысления того, что он сделал. Именно так. Именно только так молиться. Спаси, Христос, брат. Слава Богу. Ты многим открыл глаза. Спаси, Господи. Еще у кого есть слово? Есть слово? Говори. Ничего не хочешь попросить? У нас у Нади вот поздравления первого, у Кости четвертого, это завтра. А у Марины шестого будет на этой неделе. Мы Никиты... У Николая восьмого. У Никиты, я говорю тоже Николая восьмого. У Николая восьмого. У Николаев восьмого. У Николая восьмого. Но там уже на полу восемь. У нас июнь-то принесли. Так, кто попадает у нас на эту неделю? Вот сегодня у Лены, 20 лет, у Таниной старшей дочери. Я когда пришла, Таня беременная, ходила в общине. Ну, я не знаю, ей только Царю Небесную спеть, наверное. Потому что это ее, где она? Лена, ого! Видел ее штамп, белый там где-то по улице, крашеная. Так, ну, все перечислены в нашем... И здравия, что ты живешь? Я рад и все страдаю. Многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, здраве души и тела и вечной блаженной жизни по окончании ее. Аминь. А потерявки много лет у можно спеть? А 200 лет у меня? Господи, защити Родину нашу от нашествий наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в Та, не останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы всех начальствующих, так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покавятся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воотче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня еще что в программе у нас? Да перестаньте. В программе еще на что сегодня? Вот, что вы, что вы, что ли? И занятия. Я сначала пристопение. Пристопение, ты само собой. То, что я, Александр Бехал. Пропрещайте еще. Присядьте. Болитесь во мне, чтобы Господь Бог дал мне силу Тебе, не смирение и любви. Чтобы в Насте была у меня, и чтобы Господь дал мне мудрости. Помоги Господи, помоги Господи. Помоги Господи Богу. Помоги Господи Богу. Вечером в 6 часов. Занятия по скайпу прекратились до 10 октября. Каникулы. То есть все. И я хочу поблагодарить за молитву. Я просил молиться, что у меня неприятности на работе были. Площадку там я разрушил. Пока ответа никакого нету. Но я вот... Пиши президенту. Да, мне все советуют писать. Я забор мы вчера с Васей поставили. Натянули рабицу, чтобы собаки не восхакивали на дороге. Молитесь, чтобы... Не снесли. Администрация вряд ли уже снесет. Напиши, позвони. Вот сейчас прямая линия. Ответь. Да, мне тоже все советуют. То есть если под контролем президента, то все вновь делается. Сразу выделят деньги на официальную площадку. Даже мы для Крыма построили. А то все. Спасибо. Спасибо, Христос. Ты еще скажи, что ты известный блогер и собакам. Да. Скажи, скажи. Они очень любят, что ты известный блогер. Скажи. Скажи. Да, братья, братья, обращайся к братьям. Несмотря на то, что у нас здесь было установлено, наблюдение, оно сейчас снято, поэтому физическое присутствие здесь каждый день должно быть обеспечено. Сегодня еще брат Михаил здесь будет, а завтра, с завтрашнего дня, надо будет, чтобы я составил график, чтобы мы уже дежурили. У нас забрали ключ, мы сами делали. Раздавал ключи, Игнат Тихонович. Вот, предлагал ключи. Я тебя спрашиваю. Вот, Леона принесет. Так, кто завтра дежурный? Я позвоню. Я просто оставляю график и позвоню, я позвоню. Все, с Богом, братья и сестры. Оставайтесь на занятия. Оставайтесь на занятия, потому что вы еще не успели соскучиться. Все, брат, трапезу можешь не снимать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...